Всем привет, ребятки! В этом ролике я вам покажу, как я вкачал максимальный скилл дальнобойщика, именно 120-й. Да, я наконец-то это сделал, и в этом ролике я с вами этим поделюсь, и мы немножко покатаем, я выскажу свои мысли по поводу дальнобойщика и что, в принципе, будет дальше. Поэтому видосик будет интересный, ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Но в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, поэтому вводите промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Но я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял-приподнял, полетели! Один рейс остался, ровно. Ровно один рейс. Сюда! Долбоёк! Да. Да. Да! Сюда нахуй! Ну что ж, ребятки, как вы видели, я наконец-то вкачал 120 скилл, а именно максимальный скилл для боечка, который можно вкачать на данный момент. Чтобы вы понимали, я сотый скилл вкачал еще год назад. То есть, я за год не мог вкачать 120, потому что я просто не видел в этом смысла. То есть, раньше рейсы были только 110 скилла, и вот буквально где-то месяц назад добавили рейсы 117, 115 и 120 скилла. И я принял решение, что мне нужно вкачать максимальный скилл на дальнобойщиках. Да, это было нелегко, я катал короткие именно рейсы, чтобы максимально быстро его как бы прокачать, чтобы не было надпись «Максимальный скилл дальнобойщика». Что я, ребята, по итогу могу вам сказать, то что по факту нет смысла качать 120. Я вам это с уверенностью могу сказать, потому что заработок на дальнобойщиках, я считаю, очень маленький. Хотя по факту это лдовая работа, но как по мне заработок очень маленький, то есть между сотым и 120 скиллом заработок различается всего лишь там на 5000 рублей. То есть, я считаю, это полный бред, и нужно улучшать работу дальнобойщиков, повысить зарплату хотя бы на 10 тысяч от 70 скилла. Чтобы, к примеру, на сотом скилле дальнобойщик мог зарабатывать минимум 1 миллион, потому что в данный момент дальнобойщики зарабатывают 700-800 тысяч за час. Я считаю, это очень мало, даже если у тебя 120 скилл, ты как бы миллион не заработаешь, возможно ночью, но и то с трудом. А вообще, ребятам, у которых там 150 скилл, рейсы есть же 150 скилла, я бы таким ребятам хотел бы, чтобы сделали за рейс не 60, не 65 тысяч, а допустим 100 тысяч рублей. Я считаю, что они реально заслужили. Потому что, вы сами понимаете, то, что, допустим, с 100 до 120 вкачать скилл, это нужно сделать 16 тысяч рейсов. А в общем, если с первого скилла качать до 120, вам нужно будет сделать где-то 24 тысячи рейсов. Поэтому я все-таки надеюсь, что выйдет обновление, уже был слух об этом, то, что, возможно, дальнобойщики улучшат по зарплате. Я на это очень сильно надеюсь, если это произойдет, то я вернусь на дальнобойщики. Да, ребята, возможно, как это грустно бы не звучало, я ухожу с дальнобойщиков в данный момент, потому что зарплата меня здесь не устраивает. Я буду качать такси и буду качать рыбалку. Но, как только повысить зарплату на дальнобойщиках, я вернусь как бы обратно. Но сейчас, в данных реалиях, я работать как бы не хочу. Просто, по сравнению, допустим, с рыбалкой, с фермой, дальнобойщики очень мало получают. Как я считаю, хотя забот у них, в принципе, не меньше. Им нужно купить газон за 70 миллионов, им нужно жестко катать. Нужно чинить целку, нужно, получается, оплачивать штрафы, тратить ремкомплекты. А на ферме, что вам нужно? Вы покупаете семена, покупаете удобрения, вы покупаете, допустим, тот же самый раптор за 4 миллиона. На рыбалке вы тратите деньги на сетку, либо на удочку и наживку. А лодку вы можете, в принципе, арендовать. Поэтому мне, на самом деле, очень обидно за дальнобойщиков и хочется, чтобы реально там подняли зарплату. Я на это очень сильно надеюсь, что все-таки в будущем обновлении это как бы сделают. И дальнобойщики будут хотя бы немножко больше получать. Но если они все-таки уберут ограничения и сделают, что можно вкачать 150 скилл, пожалуйста, сделайте не по 800 рейсов, а хотя бы по 200, по 300. Потому что 800 рейсов на один скилл, это очень много, оно того не стоит. Заработок от этого сильно не меняется. Кто как бы качает скилл, тем я пойму. То, что 800 рейсов, это просто, ну, это жопа. Это реально просто жопа, это очень много. То есть, допустим, там, чтобы с 99 вам вкачать скилл до 100, вам нужно будет сделать там 150 рейсов. Я точно не помню. А мне, допустим, потом, чтобы 100 на 101 сделать, нужно будет сделать 700 рейсов. То есть, как вы понимаете, разница просто огромная, но как бы смысла в этом вообще нету. Вообще просто нету, потому что заработок не меняется. Я, кстати, забыл вам показать самое интересное. Дальнобойщик, макс, то есть максимальный скилл. Наверное, единственный плюс в Азии 120 рейса, это в том, что мало кто их как бы может у вас забрать, потому что 120 скилл есть, ну, возможно, весь сервак у 10 человек. Вы можете просто спокойно ехать и не бояться то, что как бы ваш рейс заберут. Ну, как бы, да, есть такие рейсы, в принципе. Это прикольно, да, то, что ты, знаете, такой блатной, типа, выделяешься, то, что вот ты взял там 120 скилла рейс. То есть, ты такой, знаете, прям охуенный дальнобойщик, который смог это сделать, который смог вкачать максимальный скилл, который сделал 24 тысячи рейсов, понимаете? В этом плане, да, ты красавчик. Ну, в плане заработка, ты реально лох просто, потому что 100 скилл получает столько же, сколько ты получаешь за час. Ну, что ж, ребятки, вот и, получается, закончилась история моего дальнобойщества, так сказать, моих рейсов, потому что, как я и сказал, все, как бы, с этим мы закружаемся. Теперь будем катать такси и качать, как бы, потихонечку рыбалочку. То есть, после этого ролика газон я даю Руси, у которого я его брал, и, в принципе, забираю у него свой Рано-Т. Я вам, в принципе, все высказал, то, что я зарплатой недоволен, и пока ее не сделают нормально, я здесь работать не хочу и не буду. Будем надеяться на обновление, будем ждать, так сказать, чтобы там хотя бы что-то поменяли, чтобы зарплата реально стала нормальной, чтобы дальнобойщики могли нормально зарабатывать, потому что не все хотят идти на рыбалку, не все хотят идти на ферму. Многим ребятам нравится работа дальнобойщика, и они хотят отсюда уходить, но при этом хотят хорошо зарабатывать. Если вы того же мнения, ребятки, то поставьте лайк, также можете подписаться на канал. Вся информация из описаний под видео, поэтому заходите, смотрите, и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял-приподнял. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok